На посевной в экспериментальной базе Клиничная работают десятки человек. Но среди них только Николай Лисовский, единственный и незаменимый. В его руках не просто трактор с агрегатом, в его руках посевная всего хозяйства. Это не первый год, шестой или седьмой даже сезон. К этому привыкли, стараемся, работаем. Началось как бы нормально, дай бог, чтобы продолжалось в таком же темпе. Сегодня в хозяйстве завершают сев овса, останется третикали и зернобобовые. К слову, экспериментальная база на втором месте после Слободского по отводимым под эти культуры площадям. Сев ранних яровых у нас относительно небольшой. Это 540 гектар, что составляет, если интересно, по культурам. Это 200 гектар ячмень, 100 гектар овес, 63 кали и 200 гектар зернобобовых, включая и сою, плюс однолетние. В дальнейшем это ранние яровые, а дальше пойдет, соответственно, кукуруза, кукуруза на семена, кукуруза на силос. Она будет вместе составлять порядка 3000 гектар. Посевная компания в хозяйстве идет по графику. Во многом это благодаря и проведенной подготовительной работе. В текущем году мы как бы предчувствовали, что будет ранняя весна, и поэтому материально заинтересовали на ремонте почвообрабатывающей техники, дискаторы подготовили, все. Аккордную систему оплаты сделали, и люди с энтержиазмом брались за эту работу и подготовили практически. Задержка была только в том, что практически дорогостоящие очень рабочие органы, но закупили, и сейчас готовы к этому. Параллельно сегодня ведется и подготовка почв к севу, и внесение органических и минеральных удобрений, и подкормка многолетних трав. Работы хватает в каждом хозяйстве. Однако во время выборов механизаторы найдут минутку, чтобы и выполнить свой гражданский долг. Эта пассивная кампания совпала как раз с проведением выборов, местные советы. И я думаю, что наши механизаторы и наши труженики агропромышленного комплекса в целом не подведут, дружно выйдут на избирательные участки. Пассивная в районе не затянется.